В Киеве судьбой беженцев не интересуются, там новый виток войны с историей. Пётр Порошенко в выпуске Лукасы назвал князя Владимира Красное Солнышко создателем, цитата, средневекового европейского государства Руси-Украины. Что это за образование, историки не знают. Продолжит наш политический обозреватель Евгений Рожков. О том, что князь киевский Владимир Великий, креститель Руси, историки знали. Но вот о том, что он, оказывается, основал средневековое европейское государство Русь-Украина, название именно такое, через дефис, миру поведал президент Пётр Порошенко. В указе, опубликованном на сайте, он пожелал громко чествовать память о князе. И всё это для высокой цели, утверждения традиции украинской государственности. Своё историческое открытие кандидат юридических наук Порошенко предложил широко обсудить на симпозиумах и научных конференциях. То есть украинским учёным теперь предстоит много работы, доказать то, чего никогда не было. Украины как государство до советского периода существовать не могло. Мы должны тут смотреть, в трезвом ли уме был Порошенко, когда говорил эти слова. Или в трезвом уме были те люди, которые советовали ему написать. То есть это абсолютная безграмотность, незнание истории. Вообще-то украинцами у нас ещё с давних пор считали люди, которые живут на пограничных окраинах. Для людей, живших тысячу лет назад, их страна не была древней Русью, она была просто Русью. И народ был не древнерусским, а просто русским. Они называли себя русскими, русинами, русичами, руснаками, как угодно. Но корень был рус, и об Украине они даже и в страшных снах не могли подумать, что их обзовут Украиной. Ни чуть не меньше историков удивило в названии слово «европейское». Да, территория Малороссии успела побыть окраиной. То княжества Литовского, то Речи Посполитой, то, наконец, Руси. Но новая идея, скорее попытка выдать очень желаемое за действительное. Слово «европейское» здесь просто появляется в связи с современной политической конъюнктурой с желанием, мне кажется, подчеркнуть близость Украины, политическую близость, экономическую близость к Европе. Но я думаю, что подчеркивать надо не таким образом, не прилагательными, а делами, системой ценностей. И такое дописывание, а чаще переписывание истории, идёт уже 10 лет с прихода оранжевой власти Виктора Ющенко. Десятки историков копаются в фактах, пытаясь найти украинские корни повсюду. И так рождаются безумные шедевры. Анализ фальсификаций, созданных в начале 16 века историками Священной Римской империи и германской нации, показал, что Эллада зародилась в середине первого тысячелетия до нашей эры в украинском Причерноморье. Уже тогда, оказывается, Причерноморье было уже украинским. И авторы изданного на западе Украины учебника на полном серьёзе обосновывают это своей расшифровкой название полуострова Крым. К Римам или упрощённо Крим, это означало колонизатору. И так возникло глубоко чуждае и ненавистное украинцам колонизаторское название полуострова Крым. Там утверждается, что украинской нации не меньше 40 тысяч лет. То есть выходит, что нация образовалась в эпоху позднего Палеолита. После этого уже как-то и не удивляешься, что в 16 веке украинские казаки уже вовсю бороздили глубины Чёрного моря. Основной неожиданностью для бусурманов было то, что атаковать казаки могли прямо из-под воды. Первый раз с украинскими казацкими лодками турки встретились в 1595 году. Ну и продукт от самых одарённых историков. Это теория укров, древней украинской касты, интеллектуальной верхушки древнего общества. Историки договорились и до того, что даже русский язык произошёл от украинского. Украинский язык, как таковой, был создан в советское время. Он был кодифицирован в советское время. Были составлены словари. В принципе, сама по себе Украина была создана именно в советское время. Ей была дана территория. Ей были даны атрибуты государственности. Флаг, герб. Ну а факт остаётся фактом, что в 20-е годы дал бы в голову украинской молодёжи, что мы такие древние, что древнее всех на свете, не зная то, что мы все из одного корня. Если это пойдёт дальше, то мы будем иметь на границе своего государства, России, скажем так, абсолютно неграмотную страну, которую надо, собственно, проводить ликбез. Но для новой украинской власти, похоже, чем чуднее, тем лучше. Пропаганда оправдает всё. Евгений Рожков, Андрей Медведев, Пётр Равнов, Мария Зинцова и Валерия Махова. Вести.